Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день действительно замечательный праздник возникновения русской государственности. Конечно, начало истории каждой страны всегда окружается множеством легенд, преданий, разной степени достоверности. Но вот событие, о котором мы вспоминаем сегодня в связи с равнопостным князем Владимиром, событие, конечно, абсолютно достоверное, 988 год, крещение Руси. Хотя сегодня мы, конечно, вспоминаем не этот самый факт, а память того человека, который стал главным совершителем этого удивительного дела – обращения целого народа на христианский путь. Действительно, мы знаем о князе Владимире, что начинал он свой путь как типичный языческий князь, человек, так сказать, с каких-то необузданных страстей, человек, видим, обладавший огромной физической силой, властной, жестокий по временам и так далее. И жен-то у него там было много, как положено у языческого князя, потомок норманов, пришедших на Русь. Так сказать, было, конечно, начало тоже не очень ясное. Отчасти приглашали этих нормандских воинов отряды для охраны, а с другой стороны, они становились и грабителями и так далее. Но так или иначе, из этого постепенно складывалась вот эта династия. Но завершилась она именно вот этим замечательным духовным действием, когда он решает принимать крещение и сам, и уже крестить и свой народ. Конечно, это происходило не сразу, постепенно. Такое огромное количество людей, которые жили вдоль этого пути, и заваряк в Грекии, и вообще по Среднерусской всей земле, конечно, сразу обратить было невозможно. Конечно, обращение, может быть, часто было внешним, но это уже детали. Важно, что начало было положено этим личным обращением, которое было связано с переживанием вот этого личного чуда. Вы все помните эту историю о том, как он ослеп в Херсонесе, еще там неудачные военные действия, и как, так сказать, условие заключения перемирия с византийскими военными отрядами было принятие крещения. Ну и тем более, что он потерял зрение, и, как говорит нам предание, именно с принятием крещения, и вернулось к нему зрение, и зрение телесное, и зрение духовное. И действительно, это было серьезным событием, потому что мы видим, что после этого князь Владимир совсем переменил свой образ жизни. Вместо множества жен, одна греческая царевна, которая женился, замечательные двое сыновей, Борис и Глеб, от этого брака были, и они именно стали первыми русскими святыми. И было ясно, что они воспитывались именно в христианской семье, когда они не пожелали поднять оружие против своих братьев, родившись тоже от князя Владимира, в предыдущих языческих браках, и предпочли погибнуть от наемных убийц, но не поднимать меч на своих братьев в борьбе за власть. Так что мы видим, что как древо по плодам студится, плоды этого его шага были замечательные. И сегодняшнее евангельское чтение, которое мы слышали о том, что Господь говорит, я дверь овцам, говорит о том, что я пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагает за овцы. И как нередко бывает в чтении Священного Писания, всегда как бы перемежается, о чём идёт речь. Идёт ли речь, скажем, в пророческих книгах о самом пророке, или Господь ему говорит. И бывает трудно разделить, где речь идёт о судьбе пророка, и о том, что он принимает какие решения, и о том, что же ему говорит Господь. Вот так и здесь, когда мы читаем о том, что я есть на дверь, то понятно, что это та самая дверь, через которую Владимир входит для продолжения своего княжения, как уже христианского государя. Когда Господь говорит, что он душу свою полагает за овцы, понятно, что это не только к нему относится, но и к тем правителям, которые действительно, принимая христианство, становятся вождями не только, так сказать, политическими, но и духовными своего народа. И в самом деле, вслед за принятием крещения, мы видим сонность святых Антоний Феодорский, Феодорский Печерский, мы видим замечательный иконописок, мы видим сразу развитие грамотности, знакные люди стали отдавать своих детей на обучение. То есть Россия сразу включается в число европейских государств. Конечно, пока еще не в той мере, как можно было бы, но, во всяком случае, это уже начало существования России, как христианского государства. Так что этот выбор князя Владимира был чрезвычайно важным, определившим судьбу многих поколений, и в том числе и нас с вами. Потому что вполне можно было представить, что Россия могла стать мусульманской, она находилась на восточной окраине Европы, так что все было вполне представимо. Но вот выбор был сделан такой. И интересно, что именно красота богослужения поразила послов Владимира, которые по преданию были посланы в Византии, в Константинополь. Понятно, что едва ли они понимали богослужения, совершаемого по-гречески, но вся обстановка, вся духовная атмосфера, красота храма, великолепие, для них сделало понятное, что за этим стоит что-то очень важное, что за этим стоит истина Божия, потому что она всегда прекрасна, красива, всегда соответствует тому основанию, на котором она созидается. Так что вот эта, так сказать, убедительность красоты, как позже, уже много веков спустя, Достоевский сказал, красота спасает мир, действительно, в этом случае находила своё ещё одно подтверждение. И далее мы видим слова, которые заканчиваются евангельское чтение. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, речь идёт о Иудеях, о Юрсалиме, где проповедует Иисус, и тех мне надлежит привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. И действительно, это пороческие слова Христа, которые сбываются в истории нашей страны. Более тысячи лет назад, приняв крещение, Россия входит в семью христианских народов, даёт замечательные плоды христианства, сонны святых, верность народу и Христу. И как важно в наше время утверждать это, утверждать жизнью каждого из нас. Потому что действительно очень странно, вот как духовная ориентация народа, она всё время меняется, причём очень быстро. Если в 90-е годы, в начале, множество людей приходили в храм принимать крещение, часто это простые люди, рабочие. Я вот служил тогда на речном вокзале, на фестивальной улице. Множество людей приходило. Конечно, некогда было и катехизировать, и всё, дай Бог, из-за книги Евангелия немножко почитает. То есть народ весь как повернулся к церкви. Помню даже, вот когда эти территории нам передавали, там часть принадлежала какому-то магазину здесь рядом, и директор этого магазина, еврей по национальности, он говорил, да-да, церкови так много обижали, нельзя церковь обижать, надо передать это всё, я всё подпишу, чтобы вам отдали эти, так сказать, помещения, всё-всё-всё, чтобы вам всячески помогу. И как странно было сегодня услышать по эху Москвы, когда там они объявляют в процессе передачи голосование, там идёт обсуждение, что многие верующие себя ведут как точно агрессивно, фанатично и так далее, и вот ведут голосование. Кто за то, чтобы вообще запретить религию, и всё, чтобы не было фанатиков, как там на Ближнем Востоке, у нас там какие-то ещё появляются. А кто за то, чтобы не запрещать, ну, пусть, так сказать, цветут все цветы. И поразительно, как вы думаете, сколько проголосовало за то, чтобы религию вообще запретить в России? 85 процентов. Потрясающе, подавляющее большинство за то, чтобы запретить религию. Это чудовищно. Когда, вот, конечно, я понимаю, что слушатели эху Москвы, это ещё не вся Россия, не вся выборка, специфическая выборка, но, тем не менее, настолько люди не понимают, что это является основанием вообще всякого, ну, процветания, всякой нормальной жизни, всякого государства. Не понимают того, что это, так сказать, поворот спиной к Богу, который в России произошёл там в 17-18 году, означает массовые репрессии, просив людей необязательно, там, верующие, крещённые, просив, уничтожались. Лучшие люди, целый слой интеллигенции уничтожался. Я как раз сейчас вот читаю книгу воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачёва, академика, который в 1828 году попал на Соловки лишь за то, что у них был такой, ну, студенческий кружок, они называли его Космическая Академия, делали доклады такие полушуточные, философские, исторические и так далее. Ну, совершенно невинное собрание молодёжи. Всех арестовали, дали по 7 лет в Соловецком лагере. И там они еле-еле выжили. И вот чем оборачивается вот ненависть к вере, ненависть к высшему началу. Оборачивается ненависть к людям, потому что они несут себе это вечное начало. Поэтому для нас так важно отдавать должное вот этому человеку, сделавшему такой выбор для нашей страны. Отдавать должное его памяти, отдавать должное тем людям, которые трудились и продолжают трудиться для этого. И нам самим быть достойными свидетелями этой нашей христианской веры, которую действительно созидают, как вот и заканчиваются слова сегодняшнего Евангелия, уйти одно стадо и один пастырь. Все люди, идущие за Христом, они есть, вот это те, кто идут за этим одним пастырем. Будем об этом помнить. И вот всякие разделения, строения, разногласия, прочее понимать, что это все частности. Мы отчитаем все христиане одну и ту же Библию. Мы верим в одного и ту же Иисуса Христа. В частности всегда можно как-то упростить, договориться и так далее. Но вот самое главное нам являть, что самое главное говорит Библия о любви к Богу и к людям. Вот так мы призваны строить свою жизнь. Аминь.